сегодня что-то мне захотелось рассказать про карбюратор от yamaha tv потому что этот карбюратор и без того как бы может доставлять трудности а если еще ошибиться при его сборке либо про при вообще чистки то приключение будет еще больше речь идет о таком карбюраторе tv200 и в 223 и все твхи они волшебны и волшебны тем что один и тот же карбюратор на одной твхи будет работать а на другой твхи работать не будет то как запускаются эти моторы но это каждый раз как последний раз то есть все это время с приключениями какими-то у кого-то заводится с подсосом у кого-то без подсоса у кого-то на середине и так далее я это говорю не просто так а исходя из опыта просто так уж исторически сложилось что мне приходится постоянно работать наверное шестью семью твхами учебными ну наверное столько ну и помимо этих шести семей встречались еще в моей жизни к сожалению и всегда с карбюратором какие-то приколы вот так вот уже разобран весь карбюратор но разобрать то дело не хитрое как мы знаем а вот собрать обратное учитывая все нюансы это уже немного сложнее надеюсь вот головка от твоих и послужит отлично стативом ну по крайней мере я надеюсь давай не падай блять о отлично вроде все огонь короче вот принципе карбюратор на что надо обратить внимание когда вы продуваете вот в канале под основным жиклером который вот там вот такая вот залупень есть и вот это залупень должна вот этой вот частью не конической а вот этой частью в нее должно ходить игла соответственно вот этой частью мы ставим внутрь и обычно когда вы выворачиваете жиклер то она там остается а когда продуваете что-то может мимолетно вылететь а может не вылететь основной топливный жиклер вот такой у нас ну тут как бы все понятно если вот эти все отверстия не забиты и жиклер не забит можно продуть для профилактики ставить обратно если жиклерами все плохо то вариантов как бы два либо через ультразвуковая ванна все это прогонять либо просто купить ремкомплект далее идет у нас маленький жиклер жиклер холостого хода насколько я знаю то же самое смотрим продуваем и в принципе можно устанавливать главное подобрать отвертку с хорошим шлицом иначе ну все таки в этом корпусе бывает что сгибает сорванной шлицы это никогда хорошего не было на некоторых карбюраторах вот этот канал имеет заглушку а где-то этой заглушки нет в принципе и даже по схемам если смотреть где-то эта заглушка показана где-то нет поэтому я ничего не могу сказать как это работает ну то есть он и так и так работает причем без изменений то есть я такой эксперимент ставил далее к вопросу топливного колодца не когда вы чистите карбюратор ну например карбюратор начинает течь переливать все будут вам писать вот типа под иголку что-то попало то есть вот колодец идет иглы и вот топливная игла тадам тадам но хер там также может забиваться то есть вот отсюда поступает топлива она идет прямо сюда и здесь стоит канал ну идет канал и стоит колодец и на колодце также вот этот фильтр грубоочистки но сейчас не об этом и вот на этом колодце есть уплотнительная резинка и вы можете хоть обпродуваться хоть обчиститься топливную иглу а бензин будет давить через вот эту уплотнительную резинку и обязательно следите чтобы она была в хорошем состоянии ремкомплект карбюратора fold bolts в принципе вполне себе нормально живут и все прекрасно также ситуация следующая вы едете 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 на полном году сбрасываете он глохнет и не заводится потом сколько то время проходит он заводится вы опять же разбираете все чистите но никто не вытаскивает колодец а в итоге получается что отсюда опять же попадает куча грязи вот тут вот будет чуть ли не шерсть комком лежать и соответственно просто топлива не попадает получается что подача не идет забивается все на входе и будет вот такой вот эффект что вы сбрасываете газ а мотоцикл глохнет потом раз раз вроде завелся едешь на средних оборотах все хорошо при этом холостые может держать и в целом все как будто бы прекрасно но ничего не прекрасно вот заворачиваем винт стопорный и что дальше дальше устанавливаем поплавок но про уровень я не буду рассказывать потому что как выставлять уровень лучше прочитать мануале чем я буду объяснять но грубо говоря вот он есть язычок который ограничивающий ограничивает ход и наверное сейчас установлю поплавок и попробую все таки худо-бедно показать как выставляется уровень на твахах но перед этим мне чё-то ну чё-то куда-то не хочет залезать поплавок видимо шплинт торчит больше чем надо да так и есть устанавливаем досуг вот как назло блять то всегда с руки все это заходит а то что-то никуда и ничего значит надо легонечко по нему ёбнуть все встал по поводу как выбивается вот это вот штукенция шплинт который держит карбюратор да все на самом деле крайне просто на карбюратор и есть стрелка указывающая направление за блять как должна забиваться бить надо крайне крайне аккуратно но я как бы уже просто привык к этому лучше карбюратор зажать где-нибудь ну в тисках там через тряпочку и так далее вот здесь вот есть стрелка вот тут то есть выбиваем туда забиваем сюда обычно я это выбиваю господи вытяжной заклепкой самое оптимальное она по диаметру подходит главное бить крайне аккуратно потому что отломить вот эти стойки крайне легко в принципе по низу карбюратора все то есть мы накидываем крышку плавковой камера и все как будто бы сейчас будет хорошо этот карбюратор уже перебран на ремкомплекте old bolts и все с ним работал он просто ну забился из-за того что что-то там переставляли туда-сюда и в общем айти сука съебалась пружина вот представляли и то ли бак переставляли то ли фильтр там переставили общем карбюратор засрал с каким-то шлаком ничего смертельного в этом нету но тем не менее то есть тут такая чистка больше профилактического характера сейчас я по поводу уровня еще скажу птв получается как вы оставляете карбюратор вот так вот по уровню он должен стоять ровно вот сюда вот подключаете шланг и вводите вот сюда но просто под 90 градусов грубо говоря открываете винт заливаете топливо я через шприц это делаю вот и уровень поплавковой камере должен быть ровно на разрезе плоскостей то есть ну там плюс минус пол миллиметра грубо говоря по поверхности раздела фаз то есть где воздуха где бензин и собственно все но опять же для этого вам нужно для корректировки каждый раз снимать крышку поплавковой камеры 4 винта откручивать ну опять же это когда ты уже знаешь что ты делаешь это не вызывает вопросов и много времени тоже не занимает по верху ну по боку даже наверное здесь у нас мембрана ускорительного насоса но первое надо смотреть чтобы она была не порванная второе чтобы она была не закисшая потому что очень часто здесь в корпусе мембрана закисает устанавливается она тоже в целом не сильно сложно то есть направляется можно где-то что-то чуть-чуть аккуратненько подправить чтобы ее не зажало не забываем про пружинку крышечка хоп 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 и вот совпало тут также не забываем что он на винте еще фиксирующая пластина переливные шланги ну или дренажные шланги кому как удобно в общем из них течет в двух случаях либо когда мотоцикл на боку и они выводятся куда-то в заднюю часть мотоцикла где шанс воспламенения низкий либо они работают когда вот как раз залипает игла как дренажные из них также хлещет бензин по подсоса в целом ничего не скажу главное смотреть за наличием вот здесь резинки уплотнительные потому что очень часто эта резинка либо просажена в холомье либо ее вообще нет либо она рассохшаяся если ее нет ну соответственно начинается обогащенная работа обогащенная смесь купить ее нигде нельзя но в том плане что ни в каких ремкомплектах ее нету это только заказывать оригинальную деталь усилия здесь никакого особо не надо то есть показывать кто здесь что может вообще не в тему по поводу отложим пока карбюратора опять же вот здесь есть момент ну то как устанавливается игла там на какое деление кто кто что говорит у каждого мотор работает по разному но самое главное вот здесь на иголке сверху надевается пружинка маленькая проебать ее просто ну крайне легко если ее не будет а получается что этот колпачок подпружинивают иглу и все это надо устанавливать ну так вот аккуратненько чтобы никуда не съебенилась а соответственно если этой пружинки нету то игла будет вот так вот вверх вниз грубо говоря вот так вот репыхаться она не будет подпружинена и ни о какой нормальной смеси ни о каком нормальном запуске и конечно же работе речь идти не может прошу обратить внимание там вот как раз колодец торчит о котором я говорил в самом начале устанавливаем и смотрим чтобы иголка попала в колодец иначе иголка у нас вылетит наверх опять съебется пружинка и так далее ну на край как бы были случаи пружинку можно подобрать от шариковой ручки но опять же лучше ничего не терять и собирать все на оригинальных деталях ну если они конечно же не вышли из строя так же бывает течет прокладка поплавковой камеры но тут два варианта либо купить отдельный оригинал либо купить ремкомплект all bolts вот собственно штатив нам походу чудесный из головы больше не нужен послужил как мог я тут в профессиональные блогера не записывался поэтому как могу так снимаю в общем карбюратор собран я думаю как разобрать в обратном порядке вы прекрасно поймете забыл наверное сказать опять же смотрите на мембрану если мембрана порвана то никакой работы стабильной не будет и даже не мечтаете вот я наверное рассказал наверное даже больше чем нужно потому что ну знание опыта не чего туда стоит ну опять же все равно кого нет опыта тот и ну имея мозги и не имея опыта скорее обратиться к тому кто имеет и то и другое чем полезет сам осознавая то что он может что-то там да напортачить вот такие вот дела поэтому сборку вот это вот карбюратора я показал в принципе какого там нюансы не нюансы и на этом наверно надо заканчивать и так почти на целых 15 минут я тут наговорил всякого нужного и ненужного наверное это кому-то будет полезно если что спрашивайте в комментариях я как бы отвечаю не часто из-за отсутствия времени но иногда отвечаю вот и на этой такой замечательной ноте я думаю стоит закончить это будет все